всем привет ребятки сейчас на юге минеаполиса в гостях у алексея смотрим его оранжевое чудо волшебное которое он собирает с нуля практически алексей тут любезно нам разрешил поснимать немножечко его проект такое сам он трудится над двигателем работает сейчас интересно вот как он вот эта покраска панели прям как тут происходит красиво так что ребята кто говорит что мало контента вот вам контент но просто очень очень большой объем работы и снимать не всегда получается тут колонки да тоже музыка будет а он тут уже все на 2010 год похож и не скажешь что тут 90-го года он трак классно как будто в новом петербилте уже сидишь да еду я значит на норд-дакоту само собой через минеаполис и вот созвонился с алексеем он мне говорит а чё без проблем подъезжаем посмотришь этот и обещал тут рассказать вот про дисковые тормоза я сейчас тоже дисками тормозами занимаюсь надо вот измерить диаметр вот этого диска и что чтобы он проверить подойдет он на семнадцать с половиной или или там нужен меньшего диаметра диск все-таки проще будет когда почищена я могу при этом же красить начинает там или еще чем вы понимаешь когда мне еще чистить надо то это занимает занимает еще работу какую-то понимаешь хочешь просто краской спреем тут все покрасили я хочу да хочу чуть-чуть просто подкрасить его понятно что 100 процентов не подлезу все но потому что по-любому чтобы почистить такую работу сделать ты по-любому не сделаешь разбирать надо песка струить но понимаешь мне во первых не время не финансов на это время самый дорогой ценный ресурс у нас а так вот все он масло мой когда тряпочки протираешь и у нас отмывает все все отмывает против тряпочкой все но запах такой какой-то как ацетона какого растворителя не надышаться надо а то угарим сейчас здоровье самое главное процесс работы до то что постоянно потом пишут что не так то не так кто-то не так знаете бы ты не по технике безопасности диванные комментаторы нету поэтому лучше так просто вот тут у нас части вот эти хаузинг да от части двигателя хаузинг так назовем и вот краска хотел краску себе заснять это просто кэт написано standard performance просто иногда чем-то надо покрасить тоже и не знаю где краску брать там типа такого как хомди поберешь просто и красишь а тут такой спрей короче а если каменс допустим каменс у них другая другое но у них тоже есть краска до своей ясненько у кэта только своя краска это у нас воздушный компрессор здесь а вот это новая турбина да это огромная борг-ворнер турбина алексей сказал полторы стоит максимально простая турбина не электроники ничего нет вот у меня на детройте такая же турбина той же фирмы стоит но чуть постарше она хотя я когда брал такую турбину просто вин номер старого трака берешь с потолка там откуда-то из газетки и и покупаешь такую турбину и все вот тоже exhaust manifold вот он тоже также берется допустим на любой двигатель хоть на детройт уже со старого трака и все тут у нас снизу поддон тоже снят и сверху вот такая вот система тнвд сейчас еще сниму вам покажу тнвд вот он тнвд говоря по нашему фил инжекшн помп она очень дорогой этот там тысяч семь восемь даже стоит ее перебрать это она будет не брэнью а как бы сказать ребил то есть еще старую надо им со старой они те новую соберут такого вот такой вот closer look покраска конечно идеально смотрится такой оранжевый синим вот ребятки посмотрите фикс выл поднят здесь на полтора инча всем кстати спасибо кто вот посмотрел видосик я тогда с володей снимал он тоже мы хотели фикс выл поднять у него потом он отказался от этой идеи сейчас он катается на лоубое замечательно короче и спасибо что вот посмотрели то видео оно вообще по кайфу пошло и подписка у меня сразу выросла это еще володец свое видео даже не выпустил на своем канале а когда он свое выпустит так что всем огромное спасибо ребята будем стараться конечно мне там в плане ремонта до профессионалов очень очень далеко но потихоньку тоже учусь так для себя катаюсь снимаю а тут чисто профессиональная работа как на заводе короче выглядит да вот посмотрите специальное окошечко тут имеется чтобы заглянуть в двигатель заглянуть да посмотреть оценить ситуацию с движком это же это что распредвал это распредвал вот он стоит кулачок да это и вот поршень видать да по моему да вот поршень вот что значит старый двигатель вообще в идеальнейшем состоянии а его перебирали ты вроде говорил да там ну вроде когда но похоже что четенько вообще все прокладки потому что не почистили что происходит нет прокатка просто высохла задубела короче понятно что держать она уже ничего не будет все это можно выкинуть все это надо все разбирать полностью чистить и проблем не будет вас таких разбирать чистить и вот мне как раз нужно до своей турбины добраться вот тут то есть у меня там масло капает все в масле там такое неприглядное так что не только ездить надо еще посвящать свое время траку ребятишки надо 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 ремонтировать сейчас вот алексей мне тоже рассказал что у него полностью тут воздушный suspension стоит то есть вот это рессора она как бы не сплошная идет на на вот этих хинджис это как они хинджис а вот тут идет короче вот тут она кончается это рессора и тут уже своя система такая которая на воздухе ну то есть как на трейлере примерно я вот чисто издалека мне кажется она так первый раз такое вижу вообще аэрбэги да часто встречаются на том траке у тебя два аэрбэга даже было да с каждой стороны это так было или сам ставил нет аэрбэга ага интересно нам чуб с этой стороны на дипстик будет здесь нет здесь щуп с другой стороны это слив для масла а другой а залив масла наоборот масло вот здесь вот крышка стоит сверху крышки на как понять слив масло это когда масло меняешь вот там что нет когда это масса заливаешь заливаешь сверху сливают снизу с поддона а вот эта дырка для чего вот это вот для этого масса слива для этого для помпы то что у него масло поступает масса должен сливаться для этой помпы понял но она на масле работает я понял кто помпа ну да не на масле работает она смазать не заржавела там ничего внутри а чё не хватает поменять на новые принципе турбины есть манифолд есть но еще надо термостат и понятно так где у нас от oil cooler вот это oil cooler и есть один фильтр всего до масло но он здоровый какой-то такой чуть больше а он сразу идет на water pump а water pump нормальная да без проблем все ну дай бог чтоб работала вот это бачок наверно латунный такой антифриз бачок да но видно что он металлический не пластик до ну смысле латунь алюминий это и есть металл как бы просто я когда на коламбию хотел меня это уже радиатор там предлагали тоже с таким латунным бачком поэтому я так подумал муж все это чрезвычайно интересно ребятки как это называется называется фон и гаскет штучка такая некоторые используют силикон но я силикон не использую потому что потом он забивает отверстие попадает в масло в заборник масло может попасть а это жидкость она на никого не попадает мне вредная для двигателя это используют для в основном где вода масло чтобы не протекала ничего она очень хорошо термо стойка до термо стойка во первых и во вторых она не вредная все попадет уже в двигатель ничего не будет но она очень хорошо держит этот держит а чтобы не протекали не прокладки ничего не вредно это хорошо можно даже на хлеб и и мазать практически настолько она безвредная практически можете мазать на хлеб но не физически чисто теоретически а еще гаскет сверху но главное видеть всегда холл пикчер что будет в конце вот это как бы самое главное поэтому иногда я вижу холл пикчера поэтому я стараюсь делать понятно что много чего не получается бывает кое-что и какие-то ошибки допускаются ничего страшного с кем не бывает да как говорится вот тоже есть опыт когда с обезьяной делаю там подвешивают банан и в угол ставят коробку потом обезьяна берет коробку подтаскивает залазить и берет банан а разница с человеком как бы том что он может годами таскать коробки потом за вагон бананов который в кредит взял разница между человеком на и обезьяны есть человек более такое мне говорят вот пойди купи новый бронезавода и все счастье говорится да знаем ребята я ваш завод знаю уже понаслышанно вашим заводом ваших одно время я хотел глайдер тоже взять а можно вот так самому сделать глайдер тщательно надо обработать напильником и глайдер готов поэтому я всем траки знаю все уже поверь никто так не будет этой штучкой мазать и поставить прокладки и бай свободен можешь ехать у тебя потекло там не потекло всем просто на без разницы ты просто бабкила на платье все это будет нормально понимаешь вот даже если а может и не будет нормально главное платье батюшка трейлер собрал новый вообще взял 17 года сзади смотрите там у него эти как они рифер где до рефер где где как они называются где у нее подушки стоят задние выгинает металл потому что все настолько все дешево вот и подумайте а я смотри новое идите отдайте мне 200 тысяч и потом через неделю будете в шапах сидеть и дать какой-нибудь сенсор который придет лет через пять он только поэтому спасибо мне это не надо я машинку супер и брал да немножко потратил времени до потратил может месяца три-четыре ничего зато я доход год за знаю что у меня кушать у меня не просит пейменты я занятий не плачу мне нету никаких пейментов за его поэтому и цена хорошая ты уже озвучивал цену за сколько ты его брал или держишь в секрете не писал писал нет спрашивали писал за сколько брал его 15000 до с тексаса но сейчас он меню больше он не будет не протекать ничего прокладочка это все это форевер просто красота поэтому вот так потихонечку меняйте друзья делайте и все будет у вас нормально получится но не всем дано что то вот делать руками знаешь по опыту скажу не все могут вот я когда приехал в америку я не знал в какую сторону гайка закручивать серьезно ну так методом тыкал узнал только вот так ничего страшного зато научились каким-то вещам минимальным до таким то что он должен знать многие а он рада же элементарного не знаю только лизовые траки и так далее работам даже нравится не просто чисто бабки 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 вы сюда заработаете а вот удовольствие покататься на траке это уже другое понимаете когда вы едете остров вы знаете что сами сделали вы знаете с чего он сделан как он сделан понимаете вы едете вам так стали подачи как красивый классный трак у тебя ну друзья согласитесь намного приятнее намного лучше ты сам себе едешь все покрашено все аккуратненько все четенько конечно это приятно намного работать тут разговор даже нету понятно я считаю что вот это все вот как элемент творчества это как бы создать вот такой тракт с нуля там собрать перебрать под себя это не меньшее творчество чем вот как живописцы карт карт картины рисуют и так далее в чем-то даже она вот многие знаете недооценивают труд механика там считают что это там какая-то грязная работа для необразованных людей но это вообще не так здесь нужно столько навыков знаний и так далее чтобы все это собрать вместе поэтому мы тут творчеством занимаемся можно сказать надеемся что это творчество еще поедет у нас на творение наше творение куда-то поедет светлое будущее больше некуда ему ехать потому что хотел покрасили да потому что сильно все в масле и реально не получится покрасить просто ничего поэтому просто меняю прокладки буду ставить потому что потом например как вот пример украсить здесь вот масло это все нужно сюда что сядет компрессор сюда помпа тнвд становится и что я сделаю я его когда соберу полностью весь отгоню на мойку хорошо с пару ваша помою дегрессором помою потом покрашу двигателя нам даже также все украсить но это бесполезно просто это все нужно вымывать надо выдраивать все это и это просто реально не просто с тряпочкой и с жидкостью вы не сможете сделать а сейчас пару шаром нельзя потому что там головка открытая еще открыто тысячи сливаешь воды и как двигатель может выкидывать сразу же на на мусорку как говорится какой принцип действия как тут вообще как она работает да она выставляется под первый цилиндр мертвая . не есть между . выставить очень легко ставьте на первый цилиндр откручивать вот это вот болтик там увидите штырь шток идет и штоки маленький вырез квадратники это будет мертвая . у него все это знаете что он должен под первый цилиндр не под 6 потому что на двигатель есть и 1 и 6 вы можете убрать убедитесь что это точно сто процентов первый цилиндр все его вставляете помпу ну просто прикрутили все потом вас здесь вот у вас есть шестерня шестеренка которая к большой сюда еще большая шестерня становится если вдруг вы не попали то вы можете эту штуку прокрутить шестерню прикрутить так как вам нужно что она попала именно под под первый цилиндр а вообще она сжимает топлива до до огромного давления что она делает тут плунженные пары я так понимаю что 4 key входит в кружках в кольцах и он к давит давлением он по трубкам по трубкам передает давление на форсунки на такие которые ставятся в именно в моторе вот и поэтому даже работа у двигателя совсем другая у тнвд работа движка намного приятнее вот он намного мягче работать движок по звуку да вот он работает на такой как так вот трактор как вы знаете помните 275 дт а сколько давление пися или как он писать писать чего турбины будут давить нет вот топлива с какое давлением 40 45 40 это хорошее давление у него немного как как шины накачка короче ну на легковой машине 40 пися и может 400 пися и ты имеешь ввиду пися и насколько он сдавливает чтобы впрыск произошел до впрыск топлива тысяч наверное ну вот это вот эта помпа сколько давит сколько приход топлива идет с этого до несколько тысяч то потому что она воздушная дизельная смесь такая она подается подает ему да ну я думаю наверно ящина на чуть-чуть и побрызгаю наверно покрашу немножечко его чуть-чуть свет на панели фары да тоже все работают фара работу да пацаны сейчас опущен вниз и вот слип или тоже стол от volvo короче тут да много места это 60-inch слипера шестьдесят дюймов до слипер то есть какие у нас тут гейджи стоят oil temperature вес показывает даже да это реально ну вес на excel да они все соответствуют такое не туда от балды тут такого что просто стоит все рабочие вот сейчас на панели здесь но я хочу сказать что некоторые для красоты стоят типа нет такого все все рабочие все соответствуют на окра красавчик да в этом плане я все проводил например вот примеру вот примеру смотри видишь например гейдж на этот идет на вес вот запомните гейдж на вес запомните фьюл гейдж запомните турбо запомните этот турбобуст запомните масло давление PSI пойдемте покажу видишь где подушка стоит видишь подушку вот стоит вот видишь на подушке стуль штуцер идет кверху вот видишь да да я вижу это показывает давление это на давление прошла этот провод идет но у многих вот тут на раму просто выносится она а там по красоте внутри да давление турбины давление масла давление масла давление масла сколько масло давит поэтому все эти гейджи все эти шланги меня вот они идут то То есть это не просто для показухи. Только это воздух, да, отсюда идет? Нет, это здесь у меня приходит топливо. Топливо уходит с помпы, фильтруется через фильтры, уходит на помпу, на ТНВД. С ТНВД уходит в этот, туда уже, в бак. А с экзоста это газы давит, да? С какого? Вот с того штуцера там. Вот там вот? Да. Вот это вот? Да, да, да. Это давление турбина, сколько турбина давит, показывает. Но там воздух оттуда, то есть выхлоп идет, да? Да, именно воздушный выхлоп оттуда идет у меня. То есть давление там, допустим, масла или воздуха, оно преобразуется в электрический сигнал, да? Здесь нет, здесь чисто просто все шлангами. Ага. Стоит шланг. И там тоже воздух, да? Да, именно вот воздух такой, ты же такой же. То есть все на воздухе? У меня везде показывают все стоят эти, не датчики, а именно этими. Потому что старая техника, раньше все делались просто шлангами. Не пневмоэлектрическое реле, да, я понял. Да, блин. Интересно раньше. Надежно зато. Просто замечательная работа. Замечательная она. Хотелось бы тоже такую панель. Лучше. Так, где тут свет-то выключается? Здесь просто ДВП. И вот стол складывается, и сверху кидается матрас такой. И все готово. А тут потолок в слипере прошелся уже, да? Все внутри сделал. Потолок в слипере? Да. Полностью я снимал, весь утеплял. Ага. Внутри все утепление ставил. Вот тут все. Да, вот потолок в слипере все уже готов. Тут красота. А форточки, ну, на окна не собираешься менять? Вот эти. Посмотрим, может, я потом эти сделаю. Может быть, я попозже поставляю эти. Как они? Окна, да? Да. Я с фраклайнера сниму. На фраклайнере хорошие окна, мне нравятся. Широкие, большие. Да, да. Всегда интересовал вот такой стик длинный на классиках всегда стоит. Это похоже, что вот ассоциации у меня такие, как на чоперах. Американцы любят ездить. Вот чем-то напоминает чопер, когда он высоко руки поднял на руле и такой едет. Вот, в принципе, классик. Это такой же чопер, ребятки. Вся эта мода идет из Америки. Совершенно другой вид. И вот уже все желтое и красивое. Это везде, где я смог помыть. Там смогли подъездить. Здесь помпу тоже подкрасил. Классно выглядит. Вот. Поэтому понятно, что снизу не могу подкрасить сейчас, потому что не получится никак. Снизу не получится. Но поддон-то на улице покрашенный лежит, красивый. И полностью украсил. У нас столько работы. В нее убил, чтобы ее помыть, потому что она вся в масле. Поэтому больше такое делать не буду уже. Вот с этой такого нет, да? Не, я уже не буду их снимать. Я что сделаю, я потом уже трак помою хорошо на карвашке. Именно, чтобы вот масло все-то отмыть. Там все поотмываю, все хорошо. Потому что сейчас вы в пыли. Видишь, все в пыли. А, сам там, сам моешь self-wash? Да, я помою идеально все вымою. И поставлю сразу же дегрессер ему специальный. Дегрессером промою, а потом уже ни массы не будет ничего. Я потом пожимин покрашу его. И будет смотреться неплохо. Хорошая идея, да? Потому что сейчас смысла нету. Потому что я все, вот тут я все не вымою руками все равно. Потому что это займет времени и кучу всего. Короче, поэтому проще лучше потом подделать попозже. Но тут тоже будешь красить, да? Я потом все, когда помою, все-все покрашу, да. Угу. Окей. А ты сразу несколько гаек купил, да? Целую коробку? Не, я купил на весь трак сразу 60 гаек. Где купил? Уилку в магазине такой есть. На весь трак 60 штук, да, купил? 60 гаек. Угу. А, то есть на 2 аласи только. Дадите 60. 10, 20, 30, 40, 50. 60 гаек, да? Угу. 6 хабов, да. Небольшие проблемы с резьбой там при загрузке. Короче, повредили резьбу полностью. И сейчас надо долго молотить, чтобы гайка на место села. Или менять эти шпильки надо тоже. Ну, не надо их менять. Я, если просто пройдусь раза 3-4, чтобы они легко потом ходили. Да и все. А, кстати, можно же этот, который резьбу делает, купить эту. Он такой большой нету. Узнавал ее. Вот, поэтому просто это. Просто прошел сеганом раз, два, три, четыре, там, может быть, раза. Пока не пойдет хорошо. Ну, и тут шаг резьбы такой это тоже. Мелкий специальный такой. Да, да. Я чуть прошелся, к примеру, уже. А сейчас... Подтягиваю, да? 450 ставишь? Или сколько? Ну, 475, но здесь 400. Я могу только 450 поставить, но башаган не идет. Ага. Ну, это, в принципе, проблем нету здесь таких прям больших. Сейчас. Сейчас меня снимешь тоже попробую парочку подтянуть. Да? Ну, это, ребятки... Что там, не хочет? Да не, она... Крыло? Крыло, да. Вот так закалялась сталь, называется. Ага, передок. Так ты, наверное, проверял тут уже. Ну, уже, наверное, передок делал, да. Наверное, да. Так, для разминки еще раз. Чтобы руки загрузить и ноги. Мышцы проработать. Все группы мышц. Вот так. Я тоже не буду его делать. Аккуратно надо. Крыло рядом, потому что, да. Я потом крыло... Все, немножко полирнуть диски. А? Немножко протереть от смазки диски, и все. Да, и все. Блестит. То есть, собрать движок, и все готово, да? Интересно. А будешь делать, типа, дай на тест проверять там сколько? Хорс пауров? Да не, я не буду. Я примерно знаю, сколько там хорс пауров. Сколько? Пятьсот, пятьдесят под шестьсот. Ага. Это насколько мне мужик его накрутил. Он его на тесте проверял, на тест-бенче. Ага. Что подкрутил? Сам трак возил к нему? Помпу, помпу. Ага. Это шланги на воду, да? Да. Все, 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 все. А в каком магазине заказываешь? Я по-разному. Бывает, хоть праде беру. Они под заказ их делают прям, да? Я просто чисто пришел, взял. Потому что тут уже, они уже, я думаю, что сильно старые уже стали. Так, Алексей, а когда ты планируешь уже выезжать вообще в рейс? Ну, надеюсь, плюс-минус. Где-то через недельки-две я выйду уже. Ага. Нормально. Уже надо что-то заработать, пора уже. Ну, да, потому что, как бы чуть-чуть он, как говорится, просадил. Вложил, так скажем. Да, чуть-чуть я вложил уже. А какой трейлер потащишь сейчас? Я взял степдек. Купил? Не-не, пока в аренду. Уже взял, да? Да. И почем аренда степдека? Ну, я там со своим договорился с друзьями. Ага. У меня знакомый продавал трехэксельный степдек, тоже такой низкий. Семнадцать с половиной колеса тоже. Я за 35 продал, вот сейчас недавно. Не знаю, год, конечно, не уверен, не могу сказать, но так. И вот у него же хочу этот RGN брать. Так что, ребятки... Можешь мне, пожалуйста, помочь, если это можно? Можем, можем помочь. Подтянуть. И сколько на трубки примерно по деньгам? Да, ни копейки эти трубки стоят, может, долларов 20 потрачу. То есть, друзья мои, здесь не просто работа механика, а еще тут дистрибуция запчастей идет. Нужно еще соображать, где взять, как взять, что купить. Даже в этом деле нужен опыт. Раз, два, три. Три двейных. Вот эти вот завтра пойду куплю. Новые. Новенькие куплю все. С турбиной тут еще. Это акчуатор, да, это? Акчуатор, да. Акчуатор. Первое, акшуатор лучше снять. Перед установкой, да? Ну, вообще, шпы не было. Его заварить лучше. А-а-а. Лучше заварить его. Типа это как EGR-ная турбина, это что ли? Нет, это... Он лимитирует подачу воздуха. Он контролирует ее. А-а-а. Он регулирует открытие заслонки, да, типа? Ага, понял. Так вот, ребятки, из вас, кто не знает принцип действия турбины, вот, позвольте мне вам рассказать. Вот это вот вешается на выпускной коллектор. И горячие выхлопные газы раскручивают тут крыльчатку. На одном валу тут стоит еще, не знаю как, ну, холодная, да, часть турбины, как говорится. И тут через воздушный фильтр она снаружи вытягивает воздух и нагнетает его в интеркулер. Коллектор еще дополнительно сжимает, и уже во впускной коллектор на другую сторону идет воздух. Чтобы в горючую смесь с солярой уже, так сказать, соляра и воздух под давлением в очень сжатом состоянии, чтобы уже пошло в эти цилиндры. И был, ну, вообще в дизелях же степень сжатия намного больше, чем в бензине, так что получается такая очень сжатая смесь воздуха и дизеля, которая воспламеняется еще от давления. Такому не учат, но в техникуме механизации сельского хозяйства вообще нет. И что дальше будет с ней происходить? Торопясь примнуть. Так, чтобы она была закрыта, мы делаем ее. То есть и акчуатора не будет, да, здесь. Как тут подтянуть? Не, мне не подтянуть, мне бы турбину перевернуть. Это мне бы, да, помогло бы чуть-чуть. Легенды траковские. Так закалялась сталь практически. Практически, да, но не физически. Надо лишь найти некоторые вещи. Но иногда среди моего бардака найти, потому что нереально вообще. Но ничего, это тоже, ребят, все в процессе дела. Вы понимаете, да? Главный результат, да. Мы его на все закрываем. И сверлим на все отверстия. Вот это вот. Это все называется нарушение заводской конструкции. Сейчас будет конструкция лучше, чем у кого-либо. Так, конструкция века Алексея Шавырина. Давай. Ну, я первый раз такое вообще вижу. Что? Алексей Шавырин может такое шум сделать, да? Так. На ходу конструирует. Или это уже не первый раз ты так делаешь? Первый раз в жизни делаю вообще. Надо, чтобы эта штука все время была закрыта. Она под давлением давит очень много PSI. Сюда идет где-то, наверное, 40 PSI плюс-минус от турбины. И поэтому эта штука будет открываться от давления. Поэтому сюда просто проволочкой не поможешь. Чтобы проволочку закрутить, она просто рвет ее. Хомутик не оденешь, потому что не к чему прикрепить. Приходится делать все крепко. Главное, чтобы все получилось. Сюда задумка. Контент должен быть просто бомбовый. После всех этих... Сделай сам, как говорится. Ну-ка, показывай, что получилось. Так, чуть-чуть маловатый. Скубочка такая, да? Ага. Наскобочка идеальная. Сейчас я малехонько чуть-чуть сверну. Максим говорит, что он уже 10 лет в этом шапе. Идеально подошла. Видите, вот так вот раз. Вот так вот раз. А, ни фига. А здесь еще будет заклепать? Или что-то такое? А, обратно этот сухарик. Все, понятно. Все, она намертво просто сидит. Да, да, крепко. То есть она сейчас постоянно открыта, да? Да, турбина. Турбина постоянно закрытая. Сейчас она закрытая? Сейчас она закрытая. Потому что, когда турбина открывается, она воздух сбрасывает. А мне нужно, чтобы она воздух нагнетала, наоборот. Поэтому она должна быть закрыта все время. Когда она открывает его, и воздух сдавило. А вот отсюда он выходит? Ну, я не знаю, откуда он выходит. Откуда, наверное, с турбиной, я так понимаю. Наверное, да. То, что он идет через глушак и идет сюда вот. Вот, видишь, сюда вот. И здесь нет воротина. Вот она. Так это же идет на... А, это на выхлопную пошло, да. То есть сейчас максимальное количество выхлопных газов раскручивает вот этот. Турбина, да, будет раскручивать. Ага, я понял. А вот эта, она ее раз, пшшш, и сбрасывала. А теперь она сбрасывать ее не будет. Не будет. Потому что нечем будет. Ага. Ну да, вообще не заметишь, что это не было вещи. Алексей Шавырин с вами был на линии. Молодец. Ну вот так вот, потихонечку все сделал, видишь, и все. Все завтра. А что еще? Инжектора? Ну, завтра я хочу поставить полностью термостаты, трубки, все новенькие. Поставлю турбину, закреплю турбину, полностью все поставлю глушак. Потом поставлю здесь вот, одену инжектора все, полностью закрою крышки. Все, сделаю это. С той стороны поставлю помпу. Ага, понятно. И все, потому что надо мне будет взять oil pen gasket еще, не хватает. То есть, каких вещей еще не хватает. Снизу, да, oil pen, которая? Ага. Каждый раз надо новую ставить, дорогие друзья. Я снял, я вообще порвал ее. Ага. Ее надо новую ставить. Ага, понятно. Ну, в общем, короче, буду так вот потихонечку делать, не спеша. Ну, все сделают, окей. Когда в эфир выйдешь уже в следующий раз? Я не знаю, наверное, через недельку, наверное. Уже отчет о проделанной работе такое, да? Да. Ага. Ладно, спасибо огромное, Алексеев, за гостеприимство. И то, что немножко рассказал про дисковые тормоза, про размеры, как менять. Очень было полезно. Спасибо. Поэтому приходите в гости. Будете проезжать мимо, проезжайте мимо. Звоните, пишите. Я встречусь, если надо. Ага. Все, большое спасибо. Давиду тоже привет большой скажешь. Руслан Борец приезжал, спортсмен. Лысый. Вы знаете, да? Ну, когда вот так расскажешь, лысый, там бородатый, он сразу вспомнит. Я понял. Я скажу. Все, ладно. Всем привет. Было. До новых встреч, короче, ладно.